что малость пауза у нас затянулась уже солнце давно стало 18 градусов а мы все стоим не едем оттеплело так кодка немножко правильно висит правил но я думаю что это вот это вот все выпало за ночь вчера за сегодня потому что ходил там смотрел машины что стоят они вообще засыпаны полностью учатся пацаны свечи расстановились спал он из автобана только одна полоса эти разбита так ну что нормально у нас в общем сейчас 20 минут 9 что у нас там до варшавы два часа с копейками до варшавы 172 отлично как раз мы приедем она уже откроется и мы я думаю спокойненько ее и перейдем через нее не ехать по месту ну а с мойкой да будем смотреть на эту же наверно будет завтра перед врод словом заезжать темы там в лучшей конторе мылись если там колейки не будет там помоемся если же будет колейка ну тогда перед границей берлицы мы идем на герлиц пойдем не на шведская у нас растаможка там же где и выгрузка практически то есть мы идем пойдем югом южнее по а2 мы не пойдем ну сначала по а2 а потом свалим на восьмерку только сейчас мы едем по с 8 мы пойдем по а8 по автобану и через герлиц просто герлиц вот и югом зайдем в германию все польский у нас хорошо пикает без проблем приборчик катим по мне так вот пускай все время такая бабушка будет зимой вот минус 20 сухенько милая минус 3 минус 5 будет снегопад валить все засирает стекло видите вода уже на дороге обработали омыватель естественно не работает приходится это вот гадость растирать видите вообще нифига не это видимость ноль иду по приборам брызгать не брызгать минус 20 это минус 13 минус 12 начинает оттаивать а химия это вот летит который они налили видите вообще нифига не вижу как ехать омыватель написано минус 30 держит да на заборе тоже много чего написано кошмар ну распогаживается распогаживается ну в плане распогаживается солнышко светит небо ясное морозец денек шикарный сейчас дальше будем на запад уходить на юго-запад там по любому будет теплее как все-таки залепляет стекло вот этой вот дрянью которая летит с асфальта о видится тоже какой красавчик поехал земляк сзади такой же как я такой же как и он какие сосульки решение вот видится я так видимость полу ноль иду по прибору 14 уже варшава минус я имею ввиду 14 так я понимаю скоро уже должно мое мой омыватель отогреться будет проще столица польши пришли мы сюда в 10-20 20 минут назад она открылась для грузовиков я намыватель нажимаю не хочет брызгать еще пока вот проходим ее и дальше пока в сторону пойдем немножко в сторону поздно поздно не до по двоечке до вот там до лодзи до развязки на лодзи а там потом мы идем южнее на врослав по единичке и на восьмерку о и не тереть больше о видите хоть что-то видно стало сейчас через коллайдер пройдем там зарядимся частичками атомными ядерными неважно какими главное зарядимся я думаю да сейчас больше варшаву пройду где-либо стану время еще то только всего лишь 20 минут 11 поставил часик потом еще 10 зацепим сегодня по максимуму проедемся как-то становиться в час дня на стоянку никакого желания нет а что-то у них закрыто все да вот эти все торговый центр гостерама я смотрю походу походу да у них тоже этот локдаун или как это ерунда называется коронапсихозная смотрю людей нет готовьтесь через восемьсот метров держаться с таким лоповиком конечно вам все равно ни хрена не видно как и мне ну вот заходим в первый их тут два по моему коллайдера все пошла зарядка телефоны можно заряжать сотовые и не только придумались такую хрень туда построить чтоб не шумели бы здесь хотя кому тут шуметь а ну тут торговые центры и с левой стороны там да слева справа торговые центры и как бы это шумопоглощающие основная его функция ну и зарядка частицами тоже не без этого ой даже рашки мои отмылись то я их не видел сейчас видит стал пошел отсюда 1200 километров если мы сегодня еще хотя бы километров с 200 проработаем останется штука завтра 600 с копейками и на вторник промзона кстати варшавская и на вторник нам останется чего остальное доехать до таможни и до выгрузки и пока план такой хочешь насмешить бога расскажи ему о своих планах тьфу тьфу акценты то пинкают злотое вернее все платно вот это похоже ну да и висла чего тут с вислой висла в шоке мороз я что так и не пойму нет замерзшая но но лед не стоит это еще не стоит льдины плывут но и не пойму он не стоит он и не станет сейчас мороз спадет уже это уже завтра здесь уже чуть ли не плюсовая а вот второй маленький коллайдерчик тот большой тут дозарядиться чуть-чуть если там не хватило самый центр варшавы у нас вон там там небоскребы стоят вам нифига не видно потому что поставили забор вот валки sms8 тут уже можно перестраиваться правей или не надо было не надо было тут же якобы обгон запрещен он видится грузовикам вот двенадцать пошел пробиваться уже моему ватю брызгать пассажирская начала щетка моя еще пока нет вот сейчас остановлюсь на заправке там полчаса постоишь и и моя пробьется двенадцать градусов все уже теплее теплее но я смотрел врослых сегодня к вечеру там уже вообще что-то там четыре пять по-моему такие вот ближе к врослого туда подберемся температуру что никакие короче все зима кончилась ну сами видите небо уже пасмурное там просто весь снег вроде даже обещают ну я смотрел так по прогнозу поэтому мороза закончились или морозы шведская 439 да герлица чуть-чуть подальше до границы там на километрах на 50 наверное вот заправка через 10 километров наверное мы туда зарулим пойдем уж какого журика если там продают постоим там паузу открутим родная потерпи до завтра сегодня до мойки не доеду наверное скорее всего завтра тебя уже в любом случае помою мазенькая такая совсем много снега сколько тонны полторы только одного снега на ней ворота немножко пооблетели сзади практически осыпались а так да тут снега тут налеплена немерено сейчас он будет отлетать но сейчас еще как раз на этот заезд как поедем он тут по отлетает конкретно что пошли что пошли правда место нашел только вот здесь ну на выезде ну по той стороне где ехал далековато идти ну что время есть пойдем прогуляемся чумазенькая чумазенькая что искупаем будет чистое хорошее я имею ввиду красивое ничего я там не купил на этой заправке никакого журика ничего у них там кафешки закрыты кафе пушать нельзя ну да на выносы эти камбургеры чизбургеры у меня вот полный холодильник домашней еды вот а так вот если бы на объезд пошли то вот здесь бы мы выползали если вот в Варшаву объезжать если по времени не попадаешь видите кстати забрызгало но не не до конца все можно стекло не до конца самое верхнее не брызгать вот так вот здесь вот выползаешь выползали бы сюда на автобан на двойку либо со стороны Сахачева либо со стороны Гровица либо оттуда либо оттуда но если бы мы сейчас пошли например то мы бы вот оттуда выползли и вот здесь вот выскочили мы и пошли а так все четко прошелестели ну сколько здесь 55 километров и мы уже с двойки потом уйдем южнее пойдем двойка это вот целый час просто и мы попадаем куда в Шведска и на Берлин короче дорога на Берлин нам Берлин не надо не по маршруту нам малость не по маршруту нам малость фишка в чем что вот если идти прямо через Берлин или вот как мы сейчас пойдем левее через Рослав через Дрезден разница это по километражу десять километров всего ну если верить конечно этим двум за ревну что она ведет через Берлин вот это ведет через Рослав но здесь получается больше по Польше едешь больше дороги дешевле чем Германии это первое и второе вот этот прибор вот для одного уплатный дорог вот мы сейчас по нему едем подплатно тебе проезжаешь ну как везде в принципе пик пик только эти золотовки улетают вот мы сейчас на Рослав пойдем чисто по нему то есть только пикать будет денежки снимать а если идти на Шведска здесь получается ну сколько километров может 130 еще едешь по нему а потом начинаются платежки тут очень хитрая система оплат на этом автобане тот кусок автобана не принадлежит тем кому принадлежит вот этот кусок автобана я не знаю частный автобан или что в общем факт в том что там платежка платежки и теми платежками там набегает что-то за полтос евросов в общем ну однозначно на порядок дешевле вот идти через во-первых короче во-вторых дешевле а так и так и так наши дороги потом встретятся мы там зайдем в Германию по четвертому автобану и если здесь пошли до Берлина потом по девятке вниз на юг все равно спускались бы и тоже до четвертого автобана поэтому все равно там потом горки на четверке мы все равно и так и так цепляем однозначно вот ну на порядок на приличную сумму идти через взрослых дешевле чем если в том направлении конечно на юг можно еще дешевле поехать можно пойти не по автобану там вот не по С8 потом которая будет а пойти там вообще этими ну старыми дорогами как мы ездили там еще дешевле но это все время топливо неизвестно где выгоднее неизвестно где выгоднее мы до него сегодня не добежим осталось два часа и это уже с десятом неизвестно а перлин там а берлин там а на второй полосе дорожник дорожник понес 13 пока 12-13 туда-сюда плавает неизвестно так неизвестно что неизвестно а неизвестно подъем что ну как теперь это неизвестно неизвестно Это он только развязку посыпал, дальше не посыпает. Блин, друзья, идем вообще на пределе, причем на полном. Времени осталась одна минута, 9.59 отработал. И вот сейчас стоянка будет, паркинг будет, чуть-чуть где не хватает. Одной минутки мне не хватит. Ну ладно, это не страшно. Все, конец движения, 10 часов мы проехали, и вот сейчас мы... Наверное, все-таки с минутку переработаем. Просто дело в том, что 20... Когда была стоянка, где-то мне оставалось еще 25 минут. Думаю, я же еще до следующей доеду. А следующая оказалась на ремонте. И получается, что... Все, я не могу на нее заехать. И вот на эту минуту переработаем, ничего страшного. Так, все, мы 10 часов уже сегодня отработали. Сейчас распечатаем, и все. Не проблема. Одна минута, это не страшно. Одна минута, это не 10, не 15, не 20. Изменение машины. Могу перепроложить. Поедете 75 километров. На следующем повороте главное проверить на ремонт. Изменение машины. Изменение машины. Вот и все. Что тут у нас покажет? Печать, карта на принтер. Сейчас посмотрим. Да, 10.01. Все, вот, видите. 10.01 мы сегодня отработали. Мы за сегодня прошли 762 километра. Нормально. Так, закрываем. Все, давайте. Так, точки. Страна завершения. Ищем Польшу. За одну минуту у нас никто не накажет. Все, 9 часов паузу ставят. Но я здесь, 9 стоять не буду. Я, наверное, отстаю 11. Ну, она дает мне девятку стоять. Но я буду стоять 11. Сейчас из-за 15 по Москве, из-за 13 по ихнему. Даже, может, не 11, даже, наверное, часов 12. Не осталось ехать до таможни 921 километр. Если завтра 9 часов проехать, это где-то, ну, пускай, 650 километров. Плюс-минус. Ну, и там останется, таки, на 270. То есть, у меня нет смысла слишком рано выезжать. Поэтому, наверное, отстаю я часов 12, может, посмотрю. Короче, как проснусь, так и поеду. Торопиться некуда. Завтра не успеваем, а на послезавтра, на вторник, мы и так приедем. Поэтому все. Ну, одну минутку. Минутки не хватило, еще страшно. Сейчас тут напишем, нет стоянки. Но за одну минуту у нас никто не накажет. Абсолютно. Все. Тогда, до сегодня, хорош. Спать. Субтитры сделал DimaTorzok